Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос в силу этических соображений. По этическим соображениям я не буду читать, потому что, ну, я хотел бы, чтобы третьи лица это узнали. Я просто скажу, что проблемы касаются в силу этой сферы и, соответственно, некоторые формы мероприятия. Значит, смотрите, какая получается ситуация. Ну вот, по факту. Нарциссивен, а то, что вы описываете, по крайней мере, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, является проявлением, именно, что нарциссивен. Вот. А вот с кого возникает из-за раба сложности человека? Ну, как то, например, вот, что это могут быть за сложности? Или какого рода могут быть это сложности? Значит, это, в первую очередь, то есть вот нарциссивен, он довольно тесно связан с обестрелкой. То есть, когда человек себя обеспечивает, когда человек, ну, как это будет, он относится к себе несколько негативно. Вот он уходит в нацистизм. То есть, он уходит в самолюбование. И вот то, что вы описываете, ну, вот, к сожалению, является именно этой историей, историей про самолюбование. Она, эта история, компенсирует в известной степени вашей неуверенности. То есть, где-то вы в себе неуверенны, где-то вы себя обеспечиваете, где-то вы проявляете нарциссизм. Да, обычно, 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 обычно. Обычно нарциссизм – это глобальная, ну, такая глобальная сторона, обычно. То есть, ну, обычно мы говорим о, мы говорим о, о нацистах, мы говорим о таком вот типе, ну, типе личности. Ну, обычно мы так говорим. Но здесь ситуация немножко, конечно, другая. У вас ситуация другая. У вас ситуация такова, что вот проявляется где-то, ну, в определенных моментах, скажем так. И в общем и целом, да, в первую очередь, здесь нужно, на мой взгляд, по крайней мере, работать именно с самооценкой. Я бы сказал, это вот то, ну, что на что, вот, я бы обратил, вот, ваша жена. Вот это работа самооценкой. Вот, пожалуй, вот, самое, самое главное. Вот. А именно из-за, из-за, именно из проблем со самооценкой, да, у вас наверняка, вот, то, вот, по сути, что вы описываете, то, о чём вы говорите. Вот, ну, обоценивание, самооценочные обоценивания и плюс, вот, что называется, ваш, это, способ для вас справиться с тревожницей. То есть, всё, вот, у людей есть, вот, проблемы с самооценкой, да, есть тревожниц, много тревожниц, много тревожниц. Ага, и, вы описываете, как раз, как раз, одно из, одно из проявлений тревожниц. К сожалению. К сожалению. Ага, вы описываете, ага, ну, такую, а, проблематику тревожниц. Что такое тревожниц, а? Тревожниц – это угроза. Ну, как, 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 о, как, как правило. Тревожниц – это угроза. То есть, а, ну, условно говоря, я, я чувствую, что мне что-то угрожает. Я чувствую, что, а, со мной, со мной, может, что-то привейти. Вот, не очень, ну, не очень хорошее. И, соответственно, вот это вот и всё. Вот. А у меня тут, как-то, напряжение, ну, как бы, ну, требует того, чтобы его сняли. То есть, ну, промышленное напряжение выдерживается достаточно. Достаточно тяжело. Вот. Вы его, соответственно, начинаете. Вот. Вы его, соответственно, начинаете вот таким, а, ну, таким, а, таким вот, а, способом. Вот этот способ, он, а, не хороший, а, не плохой. Он, вот, вот этот способ. То есть, простой, простой вид, и всё. Вот, вы так привыкли. И, на мой взгляд, здесь включается не в том, чтобы, как-то, вот, как-то, вот, возможно быть, ну, не знаю, заставить, да, что бы, там, что-то и так далее. Вот, вот, использовать, тот способ, который вы используете для снятия напряжения. А идея в том, чтобы, в целом, поработать с другом, и в том, чтобы, в целом, как-то, вот, подобрать, да, всегда, может быть, ну, более, даже не корректные, а альтернативные способы. Вот. То есть, чтобы у вас был, хотя бы, там, не один способ, как, а, как сейчас, да, а несколько, вот, у вас было несколько способов, а, вот, рейтинговые решения, да, проблем, ну, проблематик такой, вот, который, в котором вы описываете. И, соответственно, имея выбор, да, имея выбор, вы могли бы, ну, вот, прийти к, к какому-то решению. Причем, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы себя, ну, обещаете, ну, обещаете. То есть, обратите, пожалуйста, внимание на то, что, вот, вы себя, ну, вы занимаетесь, вот, вот, всем обещании. Вот. И здесь ситуация, на мой взгляд, такова, что, ну, как мне кажется, здесь ситуация такова, что вы будете себя обучивать и, соответственно, будете использовать вот, способы, способы, сейчас ответы будут. Ага, до тех пор, пока, ну, пока вот есть этот элемент, а, ну, бичеван, вот. Понимаете, да? И ваша выгода того, что вы делаете, она именно, именно бичеванна, не будет в этом делать только для того, чтобы доказать, а, что, а, себе, что вы, вот, какой-то плохой. Чтобы в очередной раз, а, что называется, убедиться в том, что вы, ну, что вы ужасны. А, вот, ну, Ну, соответственно, если у вас есть такая позиция, если у вас есть такая позиция, то ради неё, собственно, всё издевает. Вот, поэтому, на мой взгляд, работать нужно в этом направлении, ну, вам. Вот, а не в тех направлениях, которые вы выбрали. Вот, потому что, опять же, на мой взгляд, это тупиковая вещь, а движение, она не помогает, ну, и не решает проблем. Ну, вот, к сожалению, ну, я имею в виду ваших проблем не решает. От слова совсем, в общем. Поэтому подумайте о том, что я сказал. Вот. Спрашивайте об этом. Пожалуйста. И дальше, я думаю, вы уже сможете для себя решить. Вот. Хотите ли вы двигаться в определенном направлении? Или нет? Или в каком направлении вы хотите двигаться? Вот. Вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Я вам буду благодарен за обратный слез по моему ответу. Это вам позволит начать работу над собой. Вот. Это позволит вам начать меняться, если вы хотите меняться. Вот. Ну, а мы вам с большим удовольствием поможем. Всего самого доброго. Удачи!